Всем привет! Со мной сегодня Кирилл Умрихин, профессиональный спортивный фотограф, но и он обожает кататься на лонгборде и давно это делает. И неплохо это делает. Привет! Здорово! Насколько я помню, лонгборд придумали вообще серферы. Да, 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 когда вышли на сушу. Лонгборд стал популярен в мире, не знаю, мне кажется, лет 5-10 назад, не больше. Снова это. С этого скейтборд начинался и к этому он снова вернулся. Потому что очень удобно передвигаться по большому городу на четырех колесах и не стоять в пробках. Какие вообще лонгборды бывают? Очень разные. Бывают скоростные лонгборды. У них есть специальные вырезы и подвеска находятся ближе к доске для того, чтобы центр тяжести был ближе к земле. Есть лонгборды большие. Ну, есть еще больше этого. Я видел метра 3 длиной, например. Вот. Этот чуть больше среднего. Для чего конкретный экземпляр? Есть какая-то своя особенность? Данный экземпляр предназначен для катания с горок в основном, потому что он слишком большой для того, чтобы маневрировать на улицах между людей. Особенно люди у нас достаточно агрессивно относятся к лонгбордистам, велосипедистам. Когда ты их погоняешь сзади, они все отпрыгивают и начинают ругаться матом, да. Как вариант. Так что этот лонгборд лучше подойдет для катания с горок. Вот. Для катания в городе я использую чуть поменьше. Но это уже не лонгборд. Это рыбка. Вот. Я ее привез из Нью-Йорка. Ну, это, в принципе, тоже разновидно, что лонгборд. Ну, да. Это не обычный скейтборд. У него тоже больше колес. Это такой круизер, можно сказать. Вот тут большие колеса, и они помягче. А вот эти поменьше. И, например, на этом невозможно ехать по плитке. Очень сильно ноги устают. Вот, то есть... Ну, то есть вибрация. Да, да, да. Слушай, ну скажи, пожалуйста, еще вот такой момент. Если ты, например, живешь где-нибудь... Ты где живешь? Я живу на Ленинском проспекте сейчас, в районе метро Калужска. В районе метро Калужска. Отлично. А работаешь ты, предположим, на Красном Октябре. И вот с утра ты вышел, пробки, дороги стоят, взял лонгборд. И, в принципе, ты можешь доехать до работы? И согласишься ли ты взять свой любимый лонгборд и доехать до работы именно на нем? Я беру лонгборд и еду до Новых Черемушек, потому что там с горки. Вот. Доезжаю где-то минут за пять, маршрутка будет ехать минут двадцать. Сажусь на метро, что удобно, что лонгборд всегда можно взять в метро, и бабушки никогда не остановят тебя и скажут там... Извините, молодой человек, с этим нельзя проходить. С велосипедом они стабильно не пускают. Беру лонгборд в метро, его удобно поставить около двери, его никого не пачкают. Доезжаю до центра и дальше, например, до Кропоткинской, окей. Можно доехать и по мосту прокатиться с удовольствием от Храма Штаса Спасителя. И это, в общем-то, будет достаточно быстро и достаточно не тяжело для тебя. Это будет быстрее. И... Ну и как бы ты утром получаешь заряд от того, что ты чуть-чуть посерфил. Как бы посерфил и вроде как уже готов работать. Отлично. А теперь покатили на столичные улицы. Так что такое, Кирилл, для тебя лонгборд? Ну, для меня это альтернативный способ передвижения. Ну, то есть, когда ты можешь объехать пробки, когда ты можешь быть в двух-трех минутах от любого метро в центре, потому что у нас достаточно далеко метро расположено друг от друга. Вот. И поэтому ты там за 2-3, ну, 5 минут можешь добраться до любого метро в центре. Это, в общем-то, неплохо. Какая максимальная, комфортная, скажем так, скорость передвижения на лонгборде? Ну, не знаю. Это нечто среднее между движениями машин в пробке и быстрее, чем пешеход. Ну, то есть это километров 15, наверное. Ну, наверное. Отлично. Ну, вот если мне очень понравился лонгборд, то насколько реально его купить? В последнее время их стали возить в Москву. Ну, они стоят не так уж и дорого, начиная от 5 тысяч и там до 12. А чем они в основном различаются? Размерами и для чего это лонгборд. Если это для скоростного катания, они подороже, они там из специальных пород дерева, и там достаточно тяжелая система подвески, хорошие подшипники дорогие. А если это просто для катания по городу, то это от 5-7 тысяч рублей. Возвращаемся назад в парк. Ну, и плюс ко всему, в отличие от, наверное, все-таки велосипеда, как он мне не нравится, но ты сильно на велосипеде потеешь. Здесь как? Ну, конечно, ты устаешь, и все зависит от твоей физической формы. То есть, если ты толстяк, сидящий в офисе, то, наверное, ты будешь потеть и на лонгборде. Но я знаю пару мужиков, которые там в пиджачках приезжали работать на лонгборде. Ну, то есть, мы видим картину, при которой совершенно актуальным является лонгборд, как альтернатива машинам или же циклам. Да, в сезон, да. В сезон, да. Когда ты едешь на машине, там тебя толкает двигатель, а тут ты сам толкаешься и себя чуть-чуть в форме поддерживаешь, и, ну, приятно утром сделать зарядочку. Отлично. Спасибо, Кирюх. Катайтесь аккуратнее, используйте защиту. Спасибо, Кирюх.